Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы очень рады быть с вами в это утро, поклониться нашему Господу Богу Вседержителю. Как заканчивается история, немаловажно, правда? Конец очень важен для сюжета любой истории. Постарайтесь вспомнить какую-то вашу любимую историю из книги, может быть, из фильма. И представьте, что эта история закончилась совсем по-другому. Совсем не так, как вы привыкли. Если история была хорошей, то это почти невозможно сделать, правда? Конец так важен для всей истории. Я где-то недавно прочитал, что есть определенные вещи, которые делают конец любой хорошей истории эффективной. Удовлетворение, концовки истории обычно имеют некоторые общие черты. Например, обычно эффективные концовки истории показывают результат большого конфликта. В каждой истории есть главный конфликт, главная проблема, и в конце этот большой конфликт обычно доведен до разрешения. Конец становится решающим для всей истории. Зависимо от конца, все в истории становится ясно. Кроме того, эффективные концовки истории почти невозможно представить без главного героя. Заключительные события обычно исходят из действия главного героя истории. Герой рассказа совершает главное действие. Если были какие-то сомнения о том, кто является главный герой, в конце становится абсолютно ясно, герой узнан и признан. Вся история ведет к этому завершающему моменту увенчания главного героя. Братья и сестры, финал великой библейской истории соответствует этим критериям. Бог по своей великой благодати, по своей великой мудрости и по своей великой суверенности над историей человечества, по своей великой милости открыл нам в своей церкви, в своем слове, конец всего. Вся история ведет к концу, Бог ведет к определенной цели. В конце книги Откровения разрешается самый большой конфликт всего Писания. И падший, но искупленный человек, испытав страдания жизни на испорченной грехом земле, снова пребывает со святым Богом Творцом. Библия заканчивается совершенным и торжественным союзом между Богом и человеком. История заканчивается царством. И мы видим главного героя, братья и сестры. Иисус Христос, Сын Человеческий, Сын Божий, есть увенчанный Искупитель и Царь вечного Божьего Царства. Торжественный конец возможен только из действия главного героя. В конце истории становится абсолютно понятным, что человек может присутствовать в присутствии святого Бога только из-за главного героя. только из-за Него праведную жизнь, за заместительную жертву и силы Его воскресения. Только из-за Него жизнь в Царстве для тебя и для меня, дорогой друг, возможно. Я предлагаю открыть нашу Библию и обратиться к последней книге Писания. Книга Откровения, 19 глава, мы прочитаем с 6 по 10 стихи. Книга Откровения, 19 глава, 6 по 10 стихи. Апостол Иоанн пишет то, что видит. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный званный на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющий свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Братья и сестры, как говорит сам текст Писания, сии суть истинные слова Божии. Вот главная мысль моей проповеди. Христиане, вы любимы, и ваше будущее уверено из-за Агнца, так что с нетерпением ожидайте радостного праздника в Божьем праведном царстве. Христиане, вы любимы, и ваше будущее уверено из-за Агнца, так что с нетерпением ожидайте радостного праздника в Божьем праведном Царстве. Если я правильно проповедую Слово Бога, то главное содержание текста Писания, которое мы только что прочитали, должно быть главным содержанием моей проповеди. Ответственность и весомая задача любому проповеднику верно передать написанное Слово Истины. Мы рассмотрим текст Писания в трех мыслях. Три мысли помогут нам сосредоточиться над текстом, который мы только что прочитали. Первая мысль – воцарение Вседержителя и радость народов. Воцарение Вседержителя и радость народов. Контекст очень важен для любого местописания, но он особо важен для конца истории. В 16 главе книги Откровения апостол Иоанн из Небесного Храма слышит судебный голос Бога и повеление вылить семь чаш гнева Божия на землю. В 17 главе ангел показывает апостолу Иоанну великий суд над великим городом Вавилоном, который в книге Откровения символизирует все, что действует против праведного правления Бога, против Его Святого Царства. Вавилон в книге Откровения – это небуквальный город, небуквальное государство или нация, это вся система грешного мира и Царства на земле, все злое и неправедное, что не угодно Богу на земле, что действует против Царства Бога, представлено символично, как Царство Вавилона. В 17 главе город Вавилон назван великой блудницей. Описание блудницы соответствует ее титулу, как один проповедник мог суммировать. Во-первых, она представлена очень привлекательно. У нее пурпоровые и алые царские одежды. Откровение, 17 глава, 4 стих. Она сверкает золотом и украшена жемчугом и драгоценными камнями. Она надела свое лучшее одеяние. Она очень заманчивая и соблазнительная. Во-вторых, Вавилон описан весьма влиятельным. Он силен и велик. Это не одно Царство, не в одном месте, не в одно время, а все проникающая мирская жизнь и система, присутствующая в каждой стране, в каждой культуре, в каждом правительстве и во всякое время на земле. В-третьих, Вавилон впечатляет. Даже апостол Иоанн говорит в 6 стихе, в 17 главе, увидев ее, дивился удивлением великим. Он был поражен ее влиянием, ее заманчивой красотой, ее силой, ее властью над обитателями земли. В 18 главе книги Откровения мы видим суд над этим земным царством. 18 глава начинается провозглашением ангела «Пал, пал, Вавилон, великая блудница». В 18 главе описан завершающий суд праведного Бога над царством Вавилона. Святой Бог совершенно справедливо судит грешный мир и падший мир. И вот мы в 19 главе. И 19 глава очень явно отличается от своего контекста. Глава начинается не с громкого голоса суда, а уже с радостного торжества и пения народов. В 1 стихах 19 главы апостол Иоанн слышит громкий голос как бы многочисленного народа, который твердит и поет «Аллилуйя!» за истинный и праведный суд Бога над миром и над Вавилоном. что, наконец, приводит нас к 6 стиху. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» ибо воцарился. Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Предыстория радостного бракосочетания Агнца, братья и сестры – это суд над грешным миром. Перед ликованием пира следует праведный суд Бога и Его воцарения как Вседержителя над всем. Радость пения искупленных народов звучит как желание Божьей праведности и как отзыв поклонения Царю. Мы будем рассуждать о радости, которая ждет христиан на брачном пире Агнца в этой проповеди. Но перед тем, как мы будем радоваться, важно отметить, что именно праведное Святое Божие Царство значит для грешного и падшего мира. Братья и сестры, если мы не поймем праведность Бога и Его Царства, мы не увидим и не ощутим глубину радости Вечери Агнца. Рассуждать о праведном суде Бога над миром – это на самом деле нелегко. И требует определенного смирения, трезвости и даже до какой-то степени духовной зрелости. Правда? Если вы еще не почувствовали напряжение истины, которое предлагает нам данный текст Писания, дайте я вам дам почувствовать немного больше, спросив вопрос, как могут радоваться и веселиться искупленные люди, зная, что случится с миром, когда Бог будет праведно судить, когда Бог изольет чаши своего святого гнева на этот мир, как может быть радость, веселье и пение после суда. Когда мы думаем о Божьем суде, мы очень часто выражаемся и говорим в общем. Мы прекрасно понимаем, что Бог будет судить мир, ведь все Писание говорит об этом, но часто представляем эти события над творением в общем и где-то там в удалении, но не над людьми, знакомыми нами. Та добрая женщина, которую вы видите, может быть, каждую неделю в магазине, которая упаковывает ваши продукты, если не будет спасена Иисусом Христом, испытает суд. тот сосед, с кем у вас в общем хорошее отношение, вы часто с ним здороваетесь, но который не поверил в заместительную жертву Иисуса Христа, испытает гнев Бога Вседержителя. тот друг или подружка в школе или в университете, или коллега на работе, если не спасется смертью и воскресением Иисуса Христа, испытает его суд. Братья и сестры, если тот человек, который даже ходил в церковь, может быть, даже был членом церкви, участвовал в каких-то активностях церкви, но быв не возрожден Духом Божиим, в сердце которого Бог не произвел работу преображения и не стал никогда новым творением, о котором говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, и который не живет по благодати ежедневной, жизнью, веры и покаяния, испытает Божий суд. Когда Писание представляет нам трудные истины, которые порой создают напряжение в нашем мышлении, которые порой трудно объяснить словами, важно в глубоком смирении поклониться перед Божьим Словом и дать Писанию произвести должное действие в нашем сердце и не стараться избежать напряжения. Не спешите, дорогие братья и сестры, пусть ваш труд, наш труд над Писанием произведет свое действие в нашем сердце. Духовный рост происходит, когда Писание все больше и больше проникает в нас, и мы все больше и больше размышляем и мыслим Писанием, а не личным мнением. Это нормально, братья и сестры, когда нам трудно объяснить всю мудрость и величие Вседержителя. Но текст должен произвести в нас работу. Слова апостола Иоанна, во-первых, должны взбодрить нас, христиан, к евангельскому делу. Падший и грешный мир нуждается в Евангелии Иисуса Христа. В нашем обществе, в нашем городе мы должны почувствовать важность, срочность и ответственность распространения Евангелия в этом мире. Да, это значит участвовать в личной евангелизации. Да, это значит участвовать в деле миссии Иисуса Христа через миссионерскую деятельность, но также и в самом обыкновенном и самом важном выражении дела Евангелия это любовь христиан, братья и сестры, друг ко другу в поместной церкви Иисуса Христа. Но потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Обыкновенная, но сверхъестественная жизнь любви христиан с разных культур, с разных народов, с разных традиций, с разными языками, разных социальных положений, разных возрастов, собравшись в поместной церкви Иисуса Христа, является самым важным свидетельством падшему миру о царстве Бога на земле. Поверьте, когда иудеи начали собираться с язычниками, как мы читаем в посланиях апостола Павла, люди видели сверхъестественное царство Бога. Да, они притирались, да, у них были несогласия, но они любили друг друга и участвовали в одной вечере Господа. Стоит Калыч нуждается, братья и сестры, в многих таких небесных посольств Божьего Царства, в многих общинах христиан, центр которых Евангелие Иисуса Христа, а не что-то другое. Слова апостола Иоанна, во-вторых, должны оживить в нас, в христиан, желания Божьей праведности. Желаешь ли ты праведность Царства, дорогой друг? Желаешь ли ты Его святости? Любишь ли ты праведность Иисуса Христа? Желаешь ли ты того радостного провозглашения Аллилуйя, ибо воцарился Бог Вседержитель? Или же другие звуки этого мира приглушают в нас чувствительность? Если Он не мой праведный Царь сегодня, то, скорее всего, я не желаю того провозглашения в будущем. Левляется ли Бог не только моим Спасителем, но моим праведным Господом? Желаю ли я Его праведности? Подчиняется ли моя воля и моя жизнь Его праведному правлению? Решаю ли я вопросы, все вопросы моей жизни сквозь линзу Божьего Царства? Формируются ли мои приоритеты принципами Его Слова? Желаю ли я Его праведности? В-третьих, слова апостола Яна должны предупредить неверующих, присутствующих здесь, в это утро вместе с нами? Дорогой друг, если ты не живешь жизнью покаяния, жизнью веры в Иисуса Христа, если Он не твой Спаситель и Царь, Царство Бога на земле, то, которое описано здесь, в этом месте Писания, для тебя неблагая весть. Твой грех будет осужден вполне. Так поверь в Иисуса Христа, покайся в своих грехах, преклони колено перед Царем, отдай Ему свою преданность. Если у тебя есть вопросы о Евангелии или о Иисусе Христе, если ты переживаешь в своем сердце переживание о своем грехе, после собрания подойди к какому-то христианину в этой церкви и спроси рассказать тебе суть Евангелия. Радость и веселье окружает коронацию Вседержителя и Его Царства. Народы поют новую песнь Богу Аллилуйя! Но заметьте, братья и сестры, как прекрасно они понимают причину их радости. Вторая мысль. Весон невесты и праведность святых. Весон невесты и праведность святых. Посмотрите, пожалуйста, снова в текст Писания седьмого по восьмой стихи. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, в весон же есть праведность святых. История Писания заканчивается браком в Божьем Царстве. Мы видим окончательную причину радости людей. История вполне могла просто закончиться в восемнадцатой главе. Но внезапно на небе звучит радость и веселье, радостный брак Агнца. Библия заканчивается брачным пиром. Апостол Ян написывает небесный брачный пир. И, наверное, братья и сестры, нету празднования лучше и больше на земле, чем когда жених и невеста заключают союз любви. Правда? Свадьба это великая радость, это торжество. Нету радости больше, чем видеть и переживать радость возлюбленных во время брака. Смотреть, как жених смотрит на свою невесту и восхищается ей. и как невеста взаимно смотрит на своего жениха с любовью. Как прекрасно ощущать во время свадьбы и видеть, как возлюбленные любят друг друга. Братья и сестры, Бог открыл нам то, что ждет свою возлюбленную церковь. Брак, радость, пир и веселье. У меня есть важный вопрос, когда я только что описывал праведный суд Божий. Не задались ли вы важным вопросом? А почему я не в числе падших в суде? Почему меня может ожидать радость на браке, а не суд? Почему веселье, а не справедливость за мной многочисленный грех? Я надеюсь, дорогая церковь, вы правильно видите причину и ответ на этот вопрос в этой прекрасной картине брака, о котором мы только что прочитали. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И по разным причинам этот текст Писания может быть очень показательным в нашем понимании Евангелия и в нашем понимании благодати. Нам нужно очень аккуратно прочитать и понять, что здесь написано и что здесь не написано, имея в виду откровение всей Библии. Можно очень неправильно прочитать и понять, что этот текст призывает только к бодрствованию и активному ожиданию этого конца. Ведь написано, жена приготовила себя, значит, мое участие зависит от моего личного приготовления к этому браку, значит, мне нужно активно бодрствовать и ожидать, и если я только достаточно бодрствую и ожидаю, то тот день не поймает меня врасплох. я попаду на этот пир только потому, что я бодрствовал достаточно. Кто-то может добавить, нужно не только ожидание, но и добрые праведные дела. Ведь написано, в Висонже есть праведность святых, посмотрев английскую Библию, становится еще понятнее, там написано праведность святых, это праведные дела святых, значит, невеста бодрствует и ожидает, делает праведные дела и в этом ее уверенность. Только бодрствуй больше, только делай больше добрых дел и ты будешь готов к браку. Если ты не будешь бодрствовать и не будешь делать добрых дел, тебя ожидает праведный суд. Братья и сестры, я боюсь такое понимание Писания и этого текста является все больше и больше нормой для современного христианства. Христианство, которое по разным причинам имеет такое дерзание говорить, что добрые дела могут быть достаточными, чтобы предстать перед святым Богом. У меня всегда вопрос к таким людям. Почему Христос жил праведную жизнью? Почему Христос умер за грехи? Почему Он воскрес к новой жизни? И в общем, я хочу задать вопрос такому человеку, вот ту жизнь, которую вы сейчас описываете, как у вас получается? Братья и сестры, посмотрите, пожалуйста, в текст, в главный глагол стиха, восьмой стих. Братья, пожалуйста, покажите нам восьмой стих. И дано. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Братья и сестры, чистый и светлый весон был дан невесте. Приготовление невесты заключается в том, что ей по благодати было дано одеться в свадебный наряд. Ее готовность заключается в ее одеянии того, что ей не принадлежит. Задача невесты одеть купленный свадебный наряд. Все Писание твердит одну главную мысль от начала до конца. Человек не может спастись своими собственными праведными делами. Вот почему Христос, придя в мир, жил совершенно праведную жизнь, братья и сестры. Вот почему Он исполнил весь закон со всеми требованиями. Умер на кресте, заплатив за грех человека, воскрес к новой жизни и теперь вменяет свою совершенную праведность тем, кто кается перед Ним и верует в Него. На самом деле это описание в книге Откровения исполнения пророчества книги пророка Исаии. Я сейчас прочитаю, а вы послушайте и посмотрите, кто одевает кого. И что это за брачное одеяние? Книга пророка Исаия, 61 глава, 10 стих. Книга пророка Исаия, 61 глава, 10 стих. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселиться душа моя о Боге моем. Почему радость, братья и сестры? Ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою праведности, одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Пророк Исаия пророчествует, что Бог будет одевать своих возлюбленных одеждою праведности, ризы спасения. Радость возлюбленных заключается в том, что они не сами себя одели, но Бог их одел. Ибо Он облег меня в ризы спасения. Вот почему апостол Павел в своих посланиях так часто пользует образ одеяния, говоря о новой христианской жизни во Христе. Послание Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха по 24. Отложив прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях обновиться духом ума вашего и облечься, одеться, братья и сестры, в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот она праведность святых, братья и сестры. Вот те праведные дела, которым призывает нас Писание, будучи искупленной праведностью Иисуса Христа, наша жизнь будет и должна несовершенно, но прогрессивно отражать ту праведность, которая нам дана в Иисусе Христе. Наше личное старание в праведности возможно только будучи искупленными в одаренной праведности Христа. Братья и сестры, мы были освобождены для праведной жизни. Нету ничего плохого в бодрствовании. Писание призывает нас бодрствовать, ожидать пришествия Христа. Нету ничего плохого в добрых делах, но есть опасное понимание, что мы можем стоять перед святым, совершенным Богом в своих собственных делах. Если очень богатый человек позвал бы бедняка на великий пир, и сказал просто приди на пир и радуйся со мною. Все готово для празднования. Я дам тебе подходящую праздничную и богатую одежду. Я потратил очень много денег и ресурсов, чтобы этот пир состоялся. Все, что тебе нужно, это прийти, одеть то, что я тебе дал. Празднуй и кушай с моего стола. Но бедняк сказал бы, ты знаешь, я лучше приду в своей грязной и дряхлой, но удобной мне одежде. Более того, я не буду кушать с твоего богатого стола. Я принесу свое кушание, я принесу свои обломки и свои остатки. Братья и сестры, вы видите, как бедняк своим поведением может огорчить богатого человека. Вы видите, как присутствие такого человека будет даже неуместным на перу и будет в огорчении звавшему. Ведь богатый человек заплатил и сделал все возможным. Теперь понятно, братья и сестры, почему радость и веселье на небе даже после суда. Те люди, присутствующие там, прекрасно понимают, почему они там. Не по своим личным заслугам, не по своим добрым делам, но по благодати и праведности Иисуса Христа через веру в Него Он заплатил, братья и сестры, кровью. Что приводит нас к последней мысли. Вечеря Агнца и блаженства призванных вечеря Агнца и блаженства призванных. Девятый и десятый стих. Девятый стих. И сказал мне ангел, напиши блаженные званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне сии суть истины слова Божии. Некоторые библейские слова имеют многогранный богатый смысл. Что очень быстро становится ясно при изучении Писания то, что библейские авторы придают гораздо больше значению слова блаженны, чем мы даже можем перевести одним словом. На самом базовом уровне блаженства говорит о истинном счастье, о истинном удовлетворении, но при чтении Библии мы видим слово блаженное указывает намного больше. Этим словом авторы Писания показывают нам конечную цель всего человечества, как задумал ее Бог. Испытать блаженство для человека значит жить согласно Божью замыслу и его цели для человека, находясь в близких отношениях с ним. Быть блаженным значит испытать благодатное восстановление грехопадения в Эдемском саду. Глядя на слово блаженства через призму искупительной истории Писания, для падшего человека быть блаженным означает испытать божественную благодать и войти в отношения с Богом. Таким образом, счастье и удовлетворение это неотъемлемая часть блаженства, но только когда мы живем в святых отношениях с Богом. Мы можем испытать истинное счастье, истинное удовлетворение. Быть блаженным это не просто испытать финансовую свободу, временное благополучие, физическое процветание здесь, в этом мире. Мы видим, как слово блаженное в данном тексте показывает нам весь спектр библейского значения этого слова. Блаженство описано в красивой картине свадебного торжества большого банкета. Бог полностью и окончательно воссоединился со своим народом блаженный приглашенный по благодати на брачную вечерю Агнца. Какая удивительная истина. Когда мы читаем эти слова, мы чувствуем, как в глубине нашей души развивается сильное желание, не так ли? Живя в этом сломленном мире, мы жаждем пировать за обильным столом Господним, где мы наконец-то насытимся. Все остальное в этом мире в конечном итоге не может дать нам истинного счастья, удовлетворения. Как только мы начинаем доверять временным вещам этого мира, мы очень быстро вспоминаем, что наши души предназначены для того, чтобы быть голодными и жаждущими чего-то гораздо больше. Как будто в нашем сосуде удовлетворения на земле есть большая дыра. И этот сосуд никогда не наполняется. И он не остается полным, как песок падает сквозь пальцы. Так удовлетворение исчезает, когда мы надеемся на то, что временное в этом мире. Вот почему так опасно, дорогой друг, доверять временным вещам этого мира. Вещи, которые никогда не были предназначены для удовлетворения наших вечных душ. душ. Если ты неверующий с нами сегодня, или если ты верующий с нами сегодня, то грех никогда не удовлетворит твою жизнь. Грех только обещает, но не может выполнить обещания. мы были созданы с жаждой и голодом, которые в конечном итоге будут утолены только на описанном в данном месте Писании Перу, братья и сестры. Только в совершенном вечном союзе со Христом, в Его Царстве. Итак, мы видим, Агнец это не только составляющая часть праздника, братья и сестры, он есть цель и повод для празднования. Обратите внимание, что описание брака и вечери в этом отрывке отдает предпочтение жениху. Событие описано брачное вечеря Агнца. Разве не удивительно, что Христос приходит на свадьбу в образе Агнца? Его можно было представить совсем по-другому, как всемогущего и суверенного Творца Вселенной. Это было бы очень уместно для этого местописания. Его вполне можно было представить Господом, его можно было представить Святым Богом, как Альфа и Омега, как вечный, самодостаточный, великий Я-Есим. И все же Он приходит на Свою свадьбу кротким и смиренным, как Агнец Божий. Это то, как Он решает раскрыть Себя в Свой самый славный момент. Это то, что Христос решил надеть на Свою свадьбу. Чарльз Спержин сказал об этом отрывке следующее. Христос, где бы то ни было, даже в Своей наивысшей славе все желает, чтобы мы считали Его и знали, как жертвой за наш грех. Это звание, от которого Он никогда не отказывается. Именно как Агнец Он проявил Себя в конце всего. Ведь именно как Агнец Он наиболее полно проявил Свою любовь к Своей Церкви, братья и сестры. И Его Церковь наиболее любит Его как Агнца. Ведь Он умер за ее грехи, как жертвенный Агнец. Какой прекрасной и славной будет Церковь в тот день, братья и сестры. Может бы сегодня она не выглядит такой прекрасной, но как невеста она будет прекрасной. Обличена в совершенную праведность Иисуса Христа. Но Агнец займет центральное место в церемонии, братья и сестры. Невеста будет смиренно смотреть на своего жениха с любовью и благодарностью. Мне нравится, что наша церковь, где мы сейчас члены церкви, поет красивые евангельские песни. Мы поем много новых библейских песен с глубоким смыслом и порой даже много поем старых гимнов с библейским глубоким смыслом. Мы порой поем старый гимн, он называется «Пески времени» или «Земля Эммануила». Я постарался его найти, но вроде его не перевели на русский. В самом последнем куплете песни автор очень красиво рисует словами тот момент, когда невеста увидит своего жениха. И там такие красивые глубокие слова. Они, конечно, теряют свою поэзию в переводе, но я постарался для вас перевести. Невеста смотрит не на свою одежду, но на лицо ее дорогого жениха. «Я не буду смотреть на славу, но на моего короля». Не на венец, который он дает, но на его пронзенные руки. Агнец вся слава в земле Эммануила. В этом наша уверенность, дорогая церковь, зная, что наше будущее гарантированно и уверенно из-за Агнца. Независимо от страданий, которые мы можем испытывать здесь, на земле, через различные испытания, большие и малые, заманчивые искушения, ежедневную борьбу с грехом, различные конфликты, болезни, потери и даже смерть, мы знаем, что наше будущее светло, и оно уверенно из-за Агнца. Блаженный званный на брачную вечерю Агнца, мы с нетерпением ожидаем этой встречи. В конце книги Откровения разрешается самый большой конфликт библейской истории, и грешный человек снова будет праздновать и радоваться в присутствии Святого Бога. Главный герой коронован Иисус тот жених Агнец увенчанный славой и величием финал исполняет все, что о нем было сказано. Братья и сестры, те, кто был призван на брачную вечерю Агнца, давайте никогда не забывать, что мы приглашены не по нашим собственным заслугам и добрым делам. Мы были призваны и приглашены только благодаря Его совершенной жертве за наши грехи. Пир и радость возможны только потому, что Он заплатил цену за наш грех. Наше будущее обеспечено только, если мы придем к Нему, уповая только на Него ради нашего спасения. Христиане, вы любимы. и ваше будущее уверено из-за Агнца. Так что с нетерпением ожидайте радостного праздника в Божьем праведном Царстве. Аминь. было feu праздник праведного успеха tier